40 метров тепла в одном из торговых центров города прошел благотворительный флешмоб. Несколько десятков горожан вместе с ведущими радиоэнерджи Саратов создали гигантский шарф, который в преддверии Нового года будет подарен воспитанникам детских домов. О том, как проходил самый теплый флешмоб этой зимы, смотрите в нашем сюжете. Отличная идея для подарка на Новый год или на день рождения подарить шарф. Тем более, что потом он может помочь вам выбрать классные призы в конкурсах, например, от радиоэнерджи Саратов. Из повседневного аксессуара сегодня шарф превратился в главный символ флешмоба. Его обладатели стали участниками десятка конкурсов от радиоэнерджи Саратов. Одни разгадывали загадки и учились вязать шарфы, а те, кто с веретеном и пряжей на вы, мерились длиной уже готовых изделий. Подарки от спонсоров разыграны. Теперь участников флешмоба ждет самое интересное – создание гигантского шарфа. Кстати, к этому заданию многие жители подготовились заранее. Одни привели с собой друзей, укутанных в шарфы, другие просто пришли с шарфами друзей. Все шарфы участники флешмоба связали в один, а затем измерили общую длину. Мега-шарф размером почти 40 метров едва уместился на площадке торгового центра. Впрочем, целью организаторов была не книга рекордов Гиннесса, а доброе дело. Самый теплый флешмоб – это в первую очередь обмен хорошим настроением и готовность проверить, готовность людей помогать своим собратьям. Цель – это приблизиться к Новому году и помочь всем людям, которые, может быть, недостаточно готовы его отметить. А мы своим жестом добрым, своей помощью, своим хорошим настроением, своими улыбками сделаем Новый год ярче. Идея флешмоба Energy Sharf нашла поддержку не только среди взрослых участников, но и среди малышей. Мы принимали участие во флешмобе с шарфом и получилось, что вообще спонтанно. У меня сын услышал, говорит, мам, давай поучаствуй. Глядя на все это, он захотел отдать шарф. Ну и вот так вот получилось, что начали участвовать. В канун Нового года ведущие радио Energy Саратов передадут собранные шарфы детям, лишенным родительской опеки и обделенным вниманием близких людей. Чтобы даже в самые суровые морозы душа каждого ребенка была согрета теплом неравнодушных сердец. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.